Когда нужно покупать машину? Вчера. Эта шутка уже не кажется смешной, учитывая новый проект об очередном повышении утильсбора. Напомним, последние серьезные правки в законе неожиданно внесли в августе. Жители Алтайского края, которые заранее заказали машины из-за границы, как, к примеру, Антон из Камня на Аби, столкнулись с неприятными обстоятельствами. На тот момент он составлял 5200 рублей, но только после того, как мы узнали новости и узнали сумму, сколько будет стоить этот утильсбор, мы немножечко удивились. Миллион 270 теперь просит таможни за этот автомобиль при его стоимости 2300. И у нас не до понимания, стоит ли нам дальше восстанавливать автомобиль и эксплуатировать его, либо он так и останется для нас памятью. С 1 октября ставка на утильсбор может повыситься на 70-85%. И далее, вплоть до 2030-го, коэффициенты будут лишь расти на 10-20% каждый год. Согласно законопроекту, за автомобиль с объемом двигателя до 2 литров нужно будет отдать более полумиллиона, начиная уже с осени. Сейчас эта сумма составляет около 300 тысяч рублей. Подобные меры нужны для привлечения иностранных партнеров, считают эксперты. Вероятнее всего это перетягивание производства на территорию Российской Федерации. В первую очередь. Потому что здесь утильсбор будет значительно меньше, чем на возимые автомобили. Борьба с серыми дилерами и перекупами здесь идет в меньшей степени. Все же физических лиц, самостоятельно ввозимых автомобилей до 3 литров, этот законопроект не коснется. Так что вопрос относится по большей части к новым машинам из салона. В первую очередь к китайским. В пределах 200 тысяч будет повышение на среднюю модель, которая продается в России. То есть, возможно, порядка 100 тысяч. Но, опять же, в связи с конкуренцией, которая сейчас происходит, возможно, будут какие-то дополнительные акции, скидки на трейд-ин. После увеличения цен на новые машины может начаться резкий рост стоимости на БУ-экземпляры, как это обычно бывает. Так что законопроект может внести серьезные изменения в автомобильный рынок России. Данил Кузнецов. День с толком. День с толком.